Стрит-Волкерс, 76-й год и творение Шатган, Масая на 103.7 FM и 7.6.5 AM Ощути драйв! Это Макси-Рок в эфире радиостанции «Восток России». Сегодня в Хабаровск прилетела Екатерина Белоброва, московская певица и педагог по эстрадному вокалу. И также Екатерина Юрьевна известна своими методическими программами и тренингами по развитию рок-вокала. Ее учениками были известны сейчас исполнители. Среди них Михаил Житников, вокалист группы «Ария», Максим Самосват, в прошлом участник коллектива «Эпидемия», Дарья Ставрович или Нуки из команды «Слот» и многие другие. Екатерина Юрьевна также работает в Институте современного искусства и в Театре музыки и драмы под руководством Стаса Намина. 11 апреля каждый желающий может посетить мастер-класс Екатерины Белобровой, который пройдет в кафе рок-н-ролла на улице Ладожская, 27. И после мастер-класса вас ожидает концертная программа с участием Екатерины Белобровой. Телефоны для справок также есть, 924-416-1016 и 924-405-0723. А сегодня у меня была возможность побеседовать с Екатериной Юрьевной лично и узнать еще ближе, насколько она прекрасный педагог и действительно мастер и профессионал своего дела. Запись этого интервью предлагаю вашему вниманию сейчас. Вы все-таки больше как преподаватель именно вокала и причем эстрадного такого варианта и рок-варианта. И тут вот у меня лично всегда было такое мнение, что рок первоначально, он как-то не воспринимается как нечто такое теоретическое и студенческое, то есть как, наверное, какая-то наука. Поскольку, ну, рок в последнее время, наверное, только так на Западе стал восприниматься, преподают как-то, а все-таки это несколько, как бы объяснить точно, такое спонтанное, это больше эмоциональное, это больше такое вот харизматичное. То есть многие люди, они, по сути, вокалисты хорошие, они не профессионалы и берут не только за счет силы голоса, а за счет, может быть, актерского мастерства. Как вот это вот граничит между собой, с одной стороны, профессионализм и действительно мастерская подача своего вокала. И, с другой стороны, вот все-таки рок как несколько все равно такое не традиционное искусство, не такое, как джаз, допустим, как классика. Ну, вы затронули такую вечную тему для человека искусства, это техника и душа, как это все друг с другом совместимо. Дело в том, что, во-первых, на Западе рок как таковой являлся всегда частью поп-культуры, поэтому там как раз вокальная школа очень сильная была, уже много десятилетий. А вот к нам, собственно говоря, эстрадный-то вокал пришел где-то уже в конце 90-х. То есть я еще когда поступала в Гнесинку, у нас все преподаватели были академисты. Они любили эстраду, слушали много. Слушали Уитни Хьюстон, мюзиклы различные, Дип Перпл, Лед Зепплин, то есть таких каких-то вокалистов. И, собственно, на них хотели быть похожими. Айра Смит тогда уже был тоже весьма, в общем-то, в соку. И выяснилось, что, конечно, на эмоциях спеть такие песни можно, но недолго. А если у тебя запись на студии, потом концерт вечером, а еще, не дай бог, турне какой-нибудь, то ты должен быть в форме постоянно. И, соответственно, как бы возникает вопрос, а как же себя в форме держать? И вот в этот момент уже становится интересной вокалисту техника. Потому что на первые туры, в том числе и некоторые из моих студентов, выезжали. И, ну ладно, что там, как-нибудь, справимся. А проходит неделя, другая, звоночек. А, Екатерина Юрьевна, что делать? Что-то у меня голос подсел, вверха не берутся. Да, какие магические движения нужно сделать, чтобы голос восстановить. Ну, по счастью, есть такие магические движения. Есть такие звуки, которые лечат голос. Вот, и, в общем, это можно все поправить, если быстро схватиться. Ну, а на второй тур уже народ едет уже с головой. Начинает заниматься, распеваться перед концертом. Делать warm-up, разогрев перед концертом. И warming down, как бы, расслабление голосового аппарата после концерта. Как у вас началось знакомство уже с такой теоретической и такой, можно сказать, уже теорией вокала, рок-вокала? В частности, с чего это началось? Все-таки вы изначально были как преподаватели? Или все-таки с любительского момента, может быть? Ну, дело в том, что я начала это как-то все осваивать сама. А помогали мне в этом мои же студенты. Вот, поскольку они задавали правильные вопросы, на которых у меня ответов не было, и приходилось их искать. Вот, а сама я закончила Гнесинку, вот, эстрадное отделение. И там, как я уже сказала, не преподавали ни рок-вокал. И, в общем-то, как бы эстрадный вокал, он такой был еще тогда полуакадемический. Но дело в том, что хорошая вокальная база, она дает возможность человеку работать в разных жанрах. С человеком с хорошо поставленным голосом может петь джаз, может петь оперу, может петь рок. Это нормально, это вполне нормально. Это абсолютно нормально, и это так и должно быть. Во всяком случае, человек профессиональный, который закончил учебное заведение, среднее или высшее, на мой взгляд, обязан владеть всеми этими приемами, всеми техниками. Оперное для меня это такое искусство все-таки слишком высокое, для этого нужно просто родиться одаренным в плане вокала. Вот, неужели можно оперной техникой, ну, как-то овладеть, при этом пользоваться там и джазовой, и... Обязательно нужно. То есть, вся техника на самом деле, понимаете, оперная школа, она самая старая. То есть, те упражнения, которыми мы пользуемся для постановки голоса и сейчас, это школа, которая ведет свое начало из XII-XIII века. Листок Порпора еще, это итальянская школа. Вот, то есть, я всегда говорю и педагогам, для которых я читаю лекции, и моим студентам, что мы с вами занимаемся академическим вокалом. То есть, постановка у нас классическая, оперная, итальянская, бельканта, но адаптированная для современных нужд, скажем так, да, эстрадного вокалиста. А современные нужды эстрадного вокалиста это что? Это рок, это джаз и это мюзиклы, потому что очень много моих студентов, я еще работаю в театре, и, соответственно, там очень интересные тоже моменты есть, когда нужно человеку входить в разные роли, и из разной роли человек должен петь по-разному. То есть, сегодня он может быть в академической манере, завтра он может играть какого-нибудь негодяя, такой, весь разбит, ну а чувак такой, да, там, а послезавтра он там какой-нибудь слон-идеалист, например, в детском спектакле, понимаете. Вот, то есть, соответственно, задачи очень разные, и моя цель как педагога по вокалу, да, чтобы человек мог с этими задачами легко справляться, без ущерба для своего инструмента, вот, и к удовольствию зрителя. У вас был такой положительный опыт, хороший опыт преподавания и обучения в то же время, наверное, на Западе, за границей. Расскажите, как там обстоит дело с преподаванием рок-музыки, может быть, других направлений музыки, как там это все построено, насколько мы, может быть, далеки от того, что сейчас происходит за границей? Ну, на самом деле, мы близки от того, что сейчас происходит за границей, во-первых, потому что за границей лезет к нам, вот, ища новый рынок сбыта, вот, всячески, то есть там у них уже все это дело в слишком большом количестве представлено, вот, очень часто сейчас пишут и в Германии, и из Англии, хотят приехать к нам с семинарами, мастер-классами. Я помогаю им в меры своих скромных сил, вот, поскольку мне всегда интересна работа на стыке культур, всегда можно почерпнуть что-то новое, какие-то, может быть, даже если не взять приемы, то какие-то интересные мысли рождаются просто от того, что ты общаешься с этими людьми. Когда я преподавала в Лондоне, у них ситуация была не столь радужная. А в каком плане? Для них многие вещи, которые говорил я, были прямо в новинку, прямо очень даже в новинку. Единственное, что у них было, в отличие от нашего тогдашнего, нашей тогдашней публике занято именно вокалом, рок-вокалом, да, это высокий уровень именно музыкальной подготовки. То есть, если я преподавала в студии в Москве, в рок-школе, там приходили ребята, которые не то что нот не знали, а многие не знали, что ноты есть. Абсолютно с нуля. То там, точно в такой же школе, любительский уровень, люди пели по нотам до двух-трехголосия. То есть, ну, простые темочки, но прямо вот сразу с листа пели. То есть, меня это тогда поразило до глубины души, потому что мне казалось, что для этого надо в музыкальной школе учиться. Но у них в общеобразовательных школах довольно серьезное отношение к музыке как к предмету. Ну, на тот момент было. Вот, поэтому, в общем-то, общий уровень музыкальной культуры был выше. А вот по техникам, нет, по техникам они многие вещи делали просто по наитию. То есть, вот именно, как бы, теоретическая база именно в рок-вокале тогда была практически нулевая. Сейчас ситуация изменилась, то есть, сейчас много интересных преподавателей, которые именно уже с точки зрения физиологии, а я считаю себя тоже сторонником именно физиологического метода обучения и постановки голоса. Расскажите о нем поподробнее, что он включает в себя, потому что большинство слушателей, они, ну, вот как-то тяжело им представить. Прежде всего, ситуация обстоит таким образом. Когда человек рождается, маленький еще совсем, крошечка, вот, с голосом у него полный порядок. Он орет так, что мама с папой ночами не спят, и соседи тоже, в общем-то, радуются появлению нового человека. А когда человечек начинает расти потихонечку, да, начинаются всякие стрессы. Там не кричи, вот, маму с папой не дергай, соседям не мешай, замолчи, помолчи. Ну, в школе, сами понимаете, там тоже нужно 45 минут сидеть, не открывать рот, пока тебя не попросят. В общем, таким образом голос потихонечку сжимается, сжимается, сжимается. Не у всех, по счастью, но процентов 80 к окончанию школы возникают те или иные трудности именно со звукоизвлечением. Причем не только во время пения, но иногда просто в речи, в публичных выступлениях, когда нужно донести какую-то мысль до публики, да, то есть когда нужно пообщаться. То есть как начинается волнение, это 100% заикание, это какие-то различные хрипы в голосе, дыхания не хватает. Ну, в общем, с такими жалобами приходят довольно часто. Ну, и, соответственно, для того, чтобы вернуть человека к этому природному состоянию, открытости, удовольствия от звукоизвлечения, приходится как бы вот идти назад, да, отправляться к тому первому крику, которым человечек маленький приветствует мир, вот, и, в общем-то, окружающее его пространство. Ну, вот этим, собственно, и занимаемся. То есть человек приходит, начинаем с постановки дыхания, начинаем со свободного звукоизвлечения, потихонечку расширяем диапазон, и уже начинаем работать с песнями, с музыкальным материалом. Вот и так, видишь, потихонечку рождается новая вокальная единица. Есть такое понятие распространённое, одни говорят, что медведь на ухо наступил, и вот человек, в принципе, не может петь. Вы с этим согласны? Это действительно так или всё-таки, ну, не бывает людей непоющих? Я считаю, что не бывает людей непоющих. То есть пение – это нормальная функция здорового организма. То есть если человек не поёт, значит, болен, значит, надо лечить. Собственно, чем я и занимаюсь. То есть я не столько их даже учу, сколько именно лечу. По голосу можно очень хорошо диагностировать состояние человека. Причём для этого даже не нужно быть профессионалом. Я уверена, что вы сами много раз с такой ситуацией сталкивались. Но верное и обратное. То есть вылечивая голос, мы тем самым вылечиваем тело, вылечиваем психику. То есть очень много вещей именно физиологических восстанавливается именно по мере того, как у человека становится голос. Ну, например, это все респираторные заболевания проходят. То есть становится меньше ангин, меньше насморков, простуд, ОРЗ, ОРВИ. Во-вторых, с желудком налаживается ситуация, поскольку диафрагма, основная наша дыхательная мышца, она массирует желудочно-кишечный тракт при своей нормальной работе. Значит, уже желудок улучшает свою работу, кишечничек улучшает работу. Сон налаживается. Улучшается кровоснабжение различных отделов мозга, в том числе шейного отдела. То есть там много интересных штук. Улучшается поступление кислорода в кровь. Общий тонус человека становится более активным. Получается, тоже развивается. Да, ну, естественно, конечно. Давайте вернемся к музыкальной еще теме. Вы мало того, что преподаете, вы также еще и выступаете с группой The Teachers, насколько я знаю. Ну, я много с тем выступаю. Ну, да, много, но это такая вот основная область. Расскажите, что исполняете лично вы на концертах и с этим коллективом? Ну, с группой The Teachers, да, у нас была фанковая программа. Вот сейчас мы уже два года вместе не играем. Вот сейчас у меня программочка новая с акустической, с гитаристом, с пианистом дуэты. Вот, в ближайших планах хочу пересвести старенькие песенки свои, которые записаны как раз были еще с группой The Teachers. Вот, так что, наверное, все эти скоро они появятся. Ну, и, конечно, знаменитая работа, которой тоже, наверное, всем рокерам и металлистам хочется вернуться, и как-то они периодически обращаются к этому. И думаю, по этому моменту чаще всего задают вопросы вам. Это металл-опера «Эльфийская рукопись», часть вторая, где вы приняли участие. Расскажите, как это вообще появилось, откуда возникло желание выступить? Ну, желание-то выступить у меня есть всегда. Вот, даже когда нет желания меня слушать, я обязательно выступаю. Вот, знаете, как в том анекдоте. Как, говорит, вас зовут? А меня не зовут, я сама прихожу. Вот, примерно так же получилось здесь. Максим Самосват, тогдашний вокалист группы «Эпидемия», позвонил мне в поисках девушки на роль принцессы. Вот, металли, говорит, у вас какой-нибудь ученица, вот, сопраночки, нам туда попейте. Ну, я ему там предложил несколько вариантов на выбор, он приехал ко мне. Я говорю, а что такое за опера, интересно, я тоже хочу послушать. Ну, он говорит, такая, вот такой сюжет. Я говорю, слушайте, а для старушки роли не найдется? Ну, он посмеялся, говорит, да нет, говорит, там у нас одна только женская роль. Я говорю, ну, может, злодея какого-нибудь или там что-нибудь. Он говорит, да нет, говорит, вроде не надо. И тут буквально к вечеру перезвонил, говорит, слушайте, у меня есть там одна роль, должен был петь мужчина, но, может быть, будет прикольно, если вы попробуете. Я говорю, конечно, попробую, не вопрос. И так родилась госпожа, темная госпожа Минатрикс. Ну, там такой достаточно экстремальный вокал, мне кажется, даже если в плане женского, и там даже вот в этом образе он не совсем ассоциируется с женским вокалом как таковым. Ну, в этом-то и была задача, на мой взгляд, потому что это такой, в общем-то, образ инфернальный, демонический. Вот, и, наверное, он включает в себя как бы как мужскую, так и женскую поставь. Так что я рада, что раз вы так говорите, значит, это все-таки получилось. Я, по крайней мере, это почувствовал так очень хорошо. Помимо того, что с Максимом вы обучали его, также еще имена-то такие очень известные. Михаил Житников, это внешний вокалист группы Ария. Также вот Нуки из Слот. И что для меня удивительно было, это Сид Спирина из группы Тараканы. Вроде вот Тараканы – это панк-рок-группа, панки не всегда обращают внимание на какие-то вокальные моменты, свои качества. Вы знаете, с Димой вообще очень интересная история. Он пришел ко мне, будучи еще школьником, где-то, наверное, в классе в девятом-десятом. А вот тогда он любил группу Киз, собственно, и собирался играть в общем-то какую-то такую металлистическую музыку. Ну, кое-что мы с ним поделали, там потом у них была группа «Четыре Таракана», потом она преобразовалась в группу Тараканы. И Дима появлялся регулярно, там где-то раз в два года, аккуратно записывал упражнения. Говорил, да, я буду заниматься, все сделаю. Но потом гастроли, записи. В общем, долгое время мы как-то с ним не стыковались. И несколько лет назад у меня закончила под моим, собственно говоря, руководством колледж одна очень милая девушка, Карина Назарова, которая стала заниматься постановкой вокала именно для панков. То есть она сама очень любит эту музыку, сама поет в таком стиле, и у нее куча учеников панков. И каково же было мое удивление и радость, когда я узнала, что Дима как раз дошел наконец-то до нее и занимается у нее как раз по моей системе. Ну вот, насколько я знаю, Карина ее для панков как-то еще интересно адаптировала. Я вообще первый раз слышу, что у панков есть какие-то свои техники, своя манера исполнения. Я думаю, что это все спонтанно, интуитивно как-то зарождается у той или иной группы, у того или иного вокалиста. Это не становление происходит вокала, наверное, а просто вот оно есть, наверное, какое-то природное. Вот так оно и продолжается. Ну, а понимаете, в чем дело? То есть педагог, ну я как вижу миссию педагога, особенно порог вокалов, это не человек, который ломает природу и переучивает на какую-то правильную манеру. А это попутчик, это советчик, это доктор, который все время на подхвате, если что-то случилось, готов помочь в любой момент. И это человек, который как раз поддерживает индивидуальность, потому что именно в лидерском вокале, будь то эстрада, джаз или рок, важны именно вот эти индивидуальные качества тембра, необычности, манеры исполнения. И я как педагог вижу свою основную цель именно в воспитании непохожих вокалистов. Вы же еще помимо того, что будете давать мастер-класс, вы приехали еще на конкурс. Расскажите о нем поподробнее. Вы знаете, вот поподробнее это я узнаю завтра, поскольку я как раз член жюри конкурса «Студенческая весна». Но, насколько я знаю, ожидается большое количество интересных коллективов из Хабаровской, Хабаровской области и даже из других городов региона. Так что с нетерпением жду завтрашних прослушиваний. Вам все-таки часто приходится бывать на различных конкурсах в разных, я думаю, частях России. Есть ли действительно талантливые, интересные, самобытные люди, несмотря на то, что, допустим, у нас такое мнение, что все таланты скапливаются в Москве и Санкт-Петербурге, потому что поток идет туда, в центральную часть. Встречаете ли вы здесь действительно таких природно одаренных вокалистов и певцов? Вы знаете, я не только езжу по конкурсам, но я еще и сама их провожу, и проводя эти конкурсы, я стараюсь доводить до сведения ребят в различных городах России и зарубежья о возможности участия в этих конкурсах, о возможности дальнейшего продолжения образования, в том числе в училищах и институтах. Поскольку, к сожалению, последние лет 15 немножко разрушилась вот эта система, соединявшая людей талантливых и желающих учиться, собственно, с учебными заведениями. То есть раньше прямо приезжали, в том числе из Москвы, делали прослушивание, организовывали. Ну, сейчас то ли финансирования нет, то ли что-то, но во всяком случае, вот я таких вариантов не знаю, чтобы ездили из Москвы искать таланты. Вот, поэтому я по мере своих сил стараюсь таких людей выискивать, дорабатывать их до какой-то кондиции вполне приемлемой. И если я вижу, что человек талантлив и обладает силой духа, необходимой для работы в нашей непростой сфере, я, конечно, ему посоветую, как ему дальше распорядиться в своей жизни. А вы отслеживаете потом судьбу этих людей, мальчиков, девочек? Ну, естественно, потому что, на самом деле, вот многие, собственно говоря, свою нынешнюю работу и профессию обрели именно таким образом. В том числе, кстати, Даша Нуки из группы «Словный». То есть она у меня училась на первом курсе «Институт современного искусства», когда мне позвонили ребята из «Слота», сказали, нет ли у вас певицы. Вы знаете, случайно есть. Сейчас, кстати, она успешно начинает сольную карьеру и планирует выпуск. Да, да, она молодец. Давайте еще такой вопрос. У меня все-таки программа про рок-музыку, но мне интересна просто вот эта тема мюзиклов. Все-таки искусство мюзиклов в советское время, оно как-то было не сильно распространено и не сильно пропагандировалось. Уже где-то с начала 90-х, где-то с середины 90-х в России мюзиклы стали как-то возрождаться, появлялись помимо того, что переработки западных, таких как Иисус Христос, суперзвезда, там и кошки, допустим, какие-то прочие волосы, появились и новые мюзиклы. Наши современные на нашей тематической почве, уже на русском языке полноценно. Как вот сейчас, вам кажется, все-таки мюзиклы в России, они добьются такого успеха и известности, как, допустим, в Нью-Йорке, в Америке? Мне кажется, что даже они сейчас, может быть, превосходят эту степень известности. Во всяком случае, в Москве залы на мюзиклах полные. Причем сейчас в очень больших залах постановки уже ставятся. И вот мои знакомые актеры делают трупы, которые будут ездить по стране и ввозить прямо мюзиклы в различные города. И они считают, что это будет коммерчески успешно. Я надеюсь, что это так и будет. Я работаю в театре музыки и драмы. И просто смотрю на то, как постепенно растут и раскрываются таланты именно в этой сфере. Вот в том числе, кстати, есть, собственно говоря, и рок-мюзиклы такие, как вы перечислили. Иисус Христос и Волосы, да, в том числе в нашем театре их ставят. Вот. И очень приятно, что ребята именно рокерского плана вокалисты, да, находят себе работу и профессию в подобных театрах. В том числе, между прочим, Женя Егоров, нынешний вокалист группы «Эпидемия». Вот. Как раз, собственно говоря, благодаря одной из моих студенток, в общем-то, моему тоже большому желанию как-то его устроить именно в профессиональную музыкальную труппу. Вот. Уже несколько лет работает уже в театре музыки и драмы. И успешно поет, кстати, Иуду. Иисус Христос суперзвезде очень даже симпатично. Что посоветуете начинающим вокалистам, людям, которые в ближайшее время собираются связать себя с музыкой, именно с вокалом, петь независимо, там, на рок-сцене, в различных других жанрах? Какой, наверное, основной совет вы дадите вот этим людям? Основной. Здесь прям, знаете, хочется целый список выкатить основных советов. Хотя бы несколько тогда вот какие-то такие... Ну, во-первых, надо относиться к себе очень серьезно. Серьезно, уважительно, к себе как к личности. И к себе как к музыкальному инструменту. В связи с этим нужно вести здоровый образ жизни. Вот. Поскольку инструмент больше всего портится от курения, алкоголя, недосыпа. Вот. И всяких прочих глупостей, которые начинающие вокалисты себе позволяют. А потом очень обидно бывает, когда группе на, можно сказать, пике славы приходится просто менять вокалиста. Потому что в отличие от гитарной струны, если вы повредите ваш вокальный аппарат, то восстановить его будет очень непросто, а иногда даже и невозможно. Поэтому старайтесь усовершенствовать себя и свой голос до того, как вы станете мегазвездой. А то потом у вас может не быть времени просто уже на это. Сейчас как раз самое время. Это первое. А второе, что я хочу посоветовать, это терпение. Сфера наша непростая, пути в ней извилистые, иногда неисповедимые, совершенно из разных мест ведут в необычные какие-то ситуации. Но профессия эта интересная, скучно вам не будет, это я гарантирую. Вот. Поэтому считаю, что если человек чувствует, что это его призвание, надо идти, несмотря ни на что, и все у него получится. Максимум рока на 103,7 FM и 765 AM Вы слушали запись интервью с Екатериной Белобровой, певицей и педагогом по эстрадному вокалу из Москвы, автору методических программ и тренингов по развитию рок-вокала в частности. Напомню, 11 апреля каждый желающий может посетить мастер-класс Екатерины Юрьевны, который пройдет в кафе рок-н-ролла на улице Ладожская, 27. И после мастер-класса вас ожидает концертная программа с участием Екатерины Белобровой. Телефоны для справок также имеются 9024-416-1016 и 9024-405-0723. Но сейчас послушаем отрывок из нашумевшей метал-оперы эльфийская рукопись «Сказание на все времена» 2007 года. И прозвучит композиция «Без сердца и души», где основную вокальную партию исполняет Екатерина Белоброва. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok